Но как-то получается, применяю, в ход пускаю также язык жестов руками, ногами, как-то там что-то показываю параллельно, что-то на английском пытаюсь донести, и в конечном итоге получается. Слушай, сейчас, конечно, задним числом рассуждать об этом легко. Сейчас, конечно, я согласен с тем, что лучше бы тогда Ямадаевых, Кадыровых, Хамбиевых, вот всех тех, кто сейчас стал предателями, если бы их тогда зачистили, реально уничтожили, было бы, конечно, хорошо у нас. Если бы он этого не сделал, то он бы ничем не отличался, он был бы точно таким же, как и вот те, кто сейчас там служит. Но то, что он вышел и сразился против них, это сделало его нашим героем. Слушай, он не понимает все равно. Кстати, в этом галанчожи он там провел где-то на границе как раз с Ингушетией совещание, какой-то сход там, короче. И Кадыров там высказал некоторые вещи, которые на самом деле сеющие в фитну, то, что не нужно было говорить по поводу там земель Малгобегского района Сунджинского, абсолютно, бывает, бессмысленные. Изучаешь английский или шведский язык? Как изъясняешься в Швеции? В совершенстве владею английским. Шучу, шучу. Изъясняюсь в основном на английском, на ломаном, очень плохом английском, но как-то получается, применяю, в ход пускаю также язык жестов, руками, ногами, как-то там что-то показываю параллельно, что-то на английском пытаюсь донести, и ну, в конечном итоге получается. Еще спасает телефон, переводчик Google, что-то, если там уже на крайняк вбиваю, показываю. В общем, получается пока. В том, что правильно ли будет считать, что в межвоенный период вичкерии ваххабиты были большей силой, чем суфийские бригадные генералы и силы правительства Масхадова? Нет, это неправильно. Неправильно будет так считать. Наоборот, в межвоенный период они имели меньше, наверное, сил, потому что большинство все-таки было на стороне, ну, не на их стороне, так скажем. Но со временем, уже ближе к военным действиям, там решающую роль, наверное, в этом, в расстановке этих сил сыграл Басаев. Потому что Басаев уже к началу Второй войны, он уже, как бы, можно сказать, перешел на сторону тех, кого принято было называть ваххабитами. Хоть и не официально, и не так, но Басаев уже не был, так скажем, на стороне противоположной. И это очень серьезно, как бы, в расстановку силы изменило. Тумсо, тебе не кажется, что было бы лучше, если бы Хаттаб и Басаев пошли на Гудармес, а не Дагистан? Ведь им вполне было бы по силам зачистить Гудармес от ямадаевцев. Слушай, сейчас, конечно, задним числом рассуждать об этом легко. Сейчас, конечно, я согласен с тем, что лучше бы тогда Ямадаевых и Кадыровых, Хамбиевых, вот всех тех, кто сейчас стал предателями, если бы их тогда зачистили, реально, уничтожили, было бы, конечно, хорошо, у нас не было бы этих предателей. Но на тот момент никто этого не знал. На тот момент Ямадаев был командующим, ну, не всей нацгвардии, но какой-то частью нацгвардии он, по-моему, там командовал. Во время войны, когда у нас началась Вторая война, он вообще был там командующим сектора. То есть, никто не знал, что они предатели. Если бы эти вещи были бы известны, то, конечно, было бы хорошо, если бы тогда с ними вопросы порешали. Тамсор Шамиль Басаев и Джохар Дудаев были суфиями, суфии и кафиры, суфии и не кафиры, конечно же. Суфизм – это одно из течений внутри ислама, в лоне ислама, так скажем. А что касается Дудаева и Басаева, когда-то, да, Басаев, по крайней мере, на счет Басаева, мы скажем. Дудаев-то, он погиб еще в 96-м, поэтому он, скорее всего, на этих убеждениях ушел. Но Басаев, он, конечно, исправился в своих убеждениях. И когда-то, да, все мы когда-то были суфиями, это правда. Но Басаев на момент своей гибели, конечно, уже не был. Что скажешь про Гайдара Джамаля? Он был великим человеком. Я сделаю дуа за Гайдара Джамаля, попрошу Аллаха его помиловать. Но мне кажется, вот это вот понятие великого человека – это какие-то опасные вещи. Нет, я не считаю, что он был великим человеком. Он был умным, грамотным, образованным человеком. При этом было немало ошибок у него, особенно в вопросах религиозных. Тем не менее, мы считаем его мусульманином, нашим братом. Делаем за него два. В том числе, ты не развиваешься. Тебе не кажется, что нужно снять помещение работников, нанять? Микрофон, наконец, студийную камеру, да и камеру нормальную. Нет, смайл, у меня камера как раз для стримов, специальная. Микрофон у меня тоже петличка, специальный. Компьютер тоже хороший. Так что отдельное помещение, конечно, снимать. Нет такой необходимости для моей работы. Так что нет, не считаем нужным. Тумсо, десять раз тебя спрашиваю, чем Масхадов отличается от тех чеченцев, которые сейчас служат в армии РФ, ведь он тоже служил в армии РФ и уволился в 92-м из армии РФ. Но небольшая поправка. Масхадов не служил никогда в армии РФ, он служил в армии Советского Союза и уволнялся он тоже из армии Советского Союза. Но это не меняет вообще в целом сути. Чем он отличается? Тем, что он оттуда ушел, и когда пришел час, настал тот час, когда нужно было выйти против этой армии и бороться с ней, он вышел и поборолся с ней. Если бы он этого не сделал, то он бы ничем не отличался. Он был бы точно таким же, как и вот те, кто сейчас там служат. Но то, что он вышел и сразился против них, это сделало его нашим героем. И те, кто сейчас там служат, если они выйдут оттуда и сразятся с этой армией, они тоже будут нашими героями. Видел, как Кадыров прекратил ингушским провокаторам, они по-хорошему не понимают все равно. Кстати, в этом галанчожи он там провел где-то на границе как раз с Ингушетией, совещание, какой-то сход там, короче. И Кадыров там высказал некоторые вещи, которые на самом деле чисто такие сеющие в фитну. То, что не нужно было говорить по поводу земель Молгобегского района Сунджинского, абсолютно бывает бессмысленные. Сказав, что мы, типа, у нас есть силы, если что, там забрать. Ну, это чисто провокационные слова. Это было лишнее. Лучше бы остановился на том, на чем ты до сих пор останавливался. Сказал бы про ингушей, что это братский народ, там и так далее. Есть отдельные провокаторы, их там как-то раскритиковал бы. Но вопросы с этими землями, если надо, типа, мы заберем. Это провоцирует. Эти вещи, конечно, не нужно было говорить. Субтитры создавал DimaTorzok